Добрый день Начинаем матч по футболу Коксик, осторожно! Ну что осторожно, что? Коксик, дома нельзя играть в мяч А я буду, разойди, сейчас поворотом бить буду Коксик, в мяч можно играть только на улице или в спортзале Ну послушайся, Коксик Не буду слушаться, хочу играть здесь Ну, Коксик, дома играть опасно Можно что-нибудь разбить или самому пораниться Послушайся, Коксик Не хочу слушаться Внимание, удар, бац! Ой-ой-ой-ой-ой Ну вот, я так и знала, Коксик, Коксик Добрый день, дорогие мальчики и девочки Ой-ой-ой-ой Ой, а что у вас случилось? Ой-ой-ой Коксик Коксик, ты играл дома в мячик? Ну да Ну, Коксичек, милый, ну разве можно дома играть в мяч? Нельзя Мне он и Шуняк говорила Ну, мне очень хотелось поиграть, вот я и не послушался А я говорила Коксику, а он не послушал Коксик, ну ты не ушибся, а? Ушибся Ушибся Ой, какая у тебя шишка Давай-ка на неё подуем В патреум, и всё у тебя заживёт, Коксик Знаете что, мои дорогие? Давайте-ка, чтобы Коксик побыстрее забыл о своей шишке Пойдём, устроимся поудобнее и почитаем сказку Согласны? Согласна, согласна Идём Ой Ой Итак, открываем книжку Ой Жили-были на свете брат и сестра Петушок и курочка Курочка была старше, петушок был младший Побежал раз петушок гулять Увидал ягоды и давай их клевать Незрелые, зелёные Курочка и говорит ему Ку-ку-ку-ку-ку-ку, не ешь пяти зелёных ягод Захвораешь, обожди, пока ягоды поспеют Ку-ку-ку-ку, ждать не могу Ку-ку-ку, всё поклюю Не послушался петушок Клевал, доклевал, клевал, доклевал он зелёные ягоды И наклевался Так схватило у него животик, что начал он кричать Ой, беда моя, беда, ой, сестрица, больно, больно, больно Ку-ку-ку-ку, надо слушаться, пейте, пейте Сказала та курочка и повела браться домой На силу он добрёл Напоила курочка петушка чаем с мятой Полежал, отдохнул петушок и всё прошло Выздоровел петушок и пошёл опять гулять Стал он бегать, прыгать, кукарекать, веселиться И без меры хвалиться Кукареку, вот я бегу Кукареку, всё я могу Так прыгал и кукарекал петушок Что стало ему жарко Захотелось ему пить Побежал он к воде И стал пить холодную-прихолодную воду Увидела это курочка и закричала Ку-ку-ку-ку-ку, не пей, Петя Простудишься, обожди, пока остынешь Кукареку, нет, не могу Не послушался петушок и напился холодной воды Стала бить его лихорадка и захватила горло Надо слушаться, Петя Повела его опять курочка домой Петушок уже не мог кукарекать, а только пищал Положила курочка Петю в кроватку Поила горьким лекарством И долго болел петушок Прошло время И выздоровел Петя Вышел он на улицу Видит, уже зима Речка льдом покрылась Захотел петушок по льду покататься Курочка испугалась и закричала Ку-ку-ку-ку-ку, Петя, не ходи Обожди, дай реке замерзнуть Лед очень тонок Ку-ку-ку-ку, ждать не могу Ку-ку-ку, я побегу Но вдруг вспомнил петушок Все, что с ним ранее приключилось И как он болел И как сестрица за ним ухаживала И как говорила ему Надо слушаться, Петя Стоит петушок Стыдно ему стало И сказал он Ку-ку-ку-ку, не побегу Слушать тебя всегда я смогу Ку-ку-ку, ку-ку-ку С тех пор петушок и курочка Стали жить дружно и весело А петушок стал хорошим и послушным братцем Я все понял Простите меня Я теперь тоже всегда слушаться буду Молодец, Коксик И запомните, друзья мои Непослушание и своеволие Очень быстро могут довести до беды А вот футбол Мечом дома Ни за что играть не буду Это правильно А вот игрушки с пола Я обязательно уберу Коксик, а я тебе помогу И я тоже вам помогу, мои дорогие Только сначала давайте попрощаемся с ребятами До свидания, мальчики и девочки До вечера Всего вам доброго, друзья И храни вас Господь Послушание – лучшее прилежание Субтитры создавал DimaTorzok